Сборная Крымского федерального университета представит Россию на студенческом чемпионате Европы по футболу. Студенты полуострова впервые в своей истории выиграли первенство сезона национальной студенческой лиги. Команду уже поздравил глава Крыма Сергей Аксонов. А как проходили финальные игры? Репортаж Виктории Тальберг. С первых минут матча команда Крымского федерального университета стала активно атаковать ворота соперников Чеченского госуниверситета. Футболисты из Грозного дважды опасно пробивали по воротам крымчан. И даже был момент, когда вся игра перешла на поле КФУ. Но соперники настолько заигрались, что не заметили, как мяч оказался у них в воротах. На 31-й минуте полузащитник крымской команды Игорь Дудов открыл счет. Ну а как может быть иначе с такой группой поддержки? Давай, давай, доминируй, побеждай! Болельщики КФУ буквально заряжали всех на стадионе. На удивление громче всех с трибун кричали именно девушки. И даже делали свои ставки на игру. 2-0, надеюсь, победим. В начале второго тайма крымчанин для Верну Рединов пристреливался по воротам и пытался удвоить счет своей команде. Но грозненские защитники заблокировали удар. А на 46-й минуте чеченец Хазир Мусаитов сильным ударом прострелил в ворота в левую девятку. Тем самым поставил под сомнение надежды сборной команды КФУ досрочно завоевать чемпионский титул. В начале второго тайма счет 1-1. Футболистов Крымского Федерального Университета ничья не устраивает. Они продолжают вести разведку боем и пристреливаться по воротам соперников. При этом чеченцы опасно огрызаются. И предугадать исход матча почти невозможно. В этом году проведение Национальной студенческой футбольной лиги затянулось. Она стартовала еще в сентябре 2019 года. Но в марте все игры были перенесены из-за пандемии коронавируса. До конца матча счет на табло так и не поменялся. Команду Чеченского государственного университета итоги игры вполне устроили. Они заняли третье место в турнирной таблице и автоматически стали бронзовыми призерами Национальной студенческой футбольной лиги. Такой финал игры футболисты отметили праздничной лезгинкой на поле. В рамках Национальной студенческой футбольной лиги команда КФУ встретилась еще с одним соперником. Игроками Донского государственного технического университета. Наши земляки, несмотря на жесткое противостояние, подняли кубок над головой. Решающий матч завершился со счетом 2-0. КФУ чемпион, Крым чемпион. Россия выиграла то, что все-таки провела этот турнир. На мой взгляд, все великолепно. Болельщики, студенты, команды, организаторы. В условиях пандемии это был лучший проект студенческой академической мобильности. Таким образом, сборная Крымского федерального университета завоевала путевку на студенческий чемпионат Европы по футболу. Где будет представлять Россию? Виктория Тальберг, Олег Кужель, Владимир Доненко, Вести, Крым.